Как россиянин Иван Спичкин стал героем в Париже, сейчас обсуждают жители французской столицы. Инженер из Тольятти, командированный во Францию, это весной спас жизнь утопающему. Прохожий ночью упал в сено, а Иван, на счастье пострадавшего, услышал это. Как развивали события дальше и чем все закончилось, знает наша коллега Анастасия Попова. Он приехал в Париж из Тольятти. Рабочая командировка инженера автоваза. Набраться опыта и внедрить его у нас. Вместе с тремя детьми семью поселили в квартире с видом на сену, в тихом, спокойном районе города. Я проснулся от прерывистого крика, истошного крика такого о помощи. Случайно совпало, что в ту ночь Иван заснул не как обычно в спальне, а на диване, в гостиной. Ко мне подбегает муж, говорит, Марина там тонет, есть у нас что-нибудь плавательное, то есть что-нибудь надувное. Я думаю, боже, ну что-то, видимо, он так много работал, что у него что-то там уже с головой. Потому что, думаю, дети спят, а в ванной никто тонуть не может. Я говорю, Вань, что ты говоришь, дети спят, в ванной никого нет. Он говорит, в сене, в сене тонет. Я думаю, ну это что-то, он говорит, и никто ничего не делает. Времени на раздумья не было. Она достала из шкафа две пары детских нарукавников. Иван бросился с ними по лестнице вниз. Я выбежал с нарукавниками, побежал вот дальше по мосту. Надувал сам, уже на бегу. Признается, не очень верил, что это поможет. Увидел консьержа того же дома, который пытался спустить тонущему простынь. Тщетно. И вот в этом окне было хорошо видно, что вот именно под статуей там было видно голову, которая то погружается, то поднимается над водой. Рядом стояли французы. Кто с телефоном, кто просто выкрикивал совету утопающему. Первая мысль прыгнуть к нему вниз самому. Но вероятность разбиться была слишком высока. Он вот здесь вот барахнулся, пытался зацепиться, но у него уже силы заканчивались. Он бросил на рукавники. Одна пара мимо, вторую тонущий сумел поймать. Последние силы ушли на то, чтобы их надеть. Смотрю, поймал. И думаю, ну все, сейчас он явно будет туда бежать, то есть его спасать. Думаю, я же его знаю. И все, у меня уже сейчас так-так-так-так. Она схватила полотенце и куртку и побежала на улицу спасать уже своего мужа, который к тому моменту залез в ледяную воду и поплыл на перехват. Я ему по-русски кричал «держись». Я думаю, он ничего не понял. Утопающего от моста уносило течение. На помощь Ивану пришел французский полицейский. Из воды обессиленного в итоге вытаскивали вдвоем. Ну, Ванька, он спасает человека. Да, это героический поступок. Потому что не каждый бросится в сену, чтобы спасти человека. Он очень хорошо сделал. По-геройски. Так что, честно говоря, от имени всей французской и парижской полиции хочу поблагодарить этого гражданина России. Вытащили сюда. Он сидел, не разговаривал. С ним пытались разговаривать. Уже, соответственно, пожарные приехали. И женщина пожарная его по щекам хлестала. Он все равно ничего не отвечал. Последние воспоминания того вечера. Закутанный в термическое покрывало, мужчина встал на ноги и пошел. Живой, решил Иван, который свой поступок подвигом не считает. Воспитали так, что нужно помогать. Полицейские прислали ему благодарственную грамоту и обещали наградить медалью за мужество. Анастасия Попова, Леобернацкий, Ирина Кудесова. Вести. Париж. Франция.